Всем привет, это Будня Трутня, и мы тут исторической реконструкцией пытаемся заниматься. Сегодня очередное видео про крошение, и я хочу рассказать, как я красила нитки и ткань иван-чаем. Растение я собирала в тот момент, когда оно цвело. Рвала верхушки с цветами, плюс сантиметров 10-15 стебля с листьями. Потом это все сохло в теньке. После сушки получилось 350 грамм. Я предположила, что этого хватит, чтобы покрасить 170 грамм пряжи. Ну, то есть получается на 1 грамм пряжи 2 грамма красителя. Листья и цветы замочила на сутки в воде, потом поставила вариться на костре. Где-то час бак нагревался, и еще часа три кипел. За это время растения превратились в бурую жижу, а вода значительно выкипела. В какой-то момент мне показалось, что раствора получилось маловато, а разбавлять его водой не хотелось, поскольку это снизит концентрацию красящего вещества. Потому я слила раствор с красителем в отдельный бак. Кстати, действительно по цвету выглядит как чай. Оставшуюся жижу из цветов и листьев залила чистой водой и снова поставила вариться. Шерстяную пряжу, а также кусочки льна и хлопка перед покраской замочила в воде. Я вообще обычно забываю это делать, но тут вот не забыла. Дальше все это отправляется в бак с красителем. Где-то часа два пряжа лежала в остывшем растворе, пока варилась вторая партия. Потом я все перелила в один бак и поставила опять вариться часа полтора. Не то, чтобы я следила за временем, просто варила до тех пор, пока цвет не перестанет меняться. Дальше стадия закрепления. Основные надежды я возлагала на медный купорос и, в общем-то, не зря. С ним получились зелено-желтые цвета. Примерно такие же, как с медным купоросом, зелено-желтые получаются с содой. С алюмо-калиевыми квасцами ничего интересного не получилось. С уксусом получился бежевый. С железным купоросом произошла настоящая магия. Я предполагала, что будет темно-зеленый, но получился цвет близкий к черному. Есть в нем что-то то ли серое, то ли зеленое. Это заметно на ярком свете, но в целом на черный довольно сильно похоже. Медный купорос и сода – хорошие варианты протравливания. Иван-чая. На шерсти получаются желто-зеленые цвета, но, наверное, все-таки с купоросом мне оттенки нравятся больше. С ним на хлопке и лне цвета получились ярче, чем в случае с содой. Но в целом, конечно, все равно все довольно бледное. Квасцы дали на шерсти чуть желтый цвет. Хлопок и лен почти не изменились. С уксусом на шерсти получился бледный бежевый. Лен чуть-чуть пожелтел, хлопок остался белым. Очень интересный результат железного купороса. На шерсти и лне очень темный серо-зеленый цвет. На хлопке получился серый. Я не очень представляю, для чего кому-то такие цвета могут быть нужны, но получилось в любом случае интересно. А на этом сегодня все. Это были будни трутня. Пока! Субтитры подогнал «Симон»